Привет, FreeWalker! Может быть, обратил внимание, что номер выпуска проставлен в сочетании с аббревиатурой. Когда затеваем разговор, связанный с оздоровлением, я даю тебе подсказку. F.W. FreeWalker. Значит, речь пойдет на тему, которая может быть интересна всем зожникам. Когда ты видишь N.W. Nordic Walking, значит, у нас в гостях будет любитель или инструктор, и мы будем говорить про тайны и загадки мира скинавской ходьбы. Ф.W. Среди слушателей подкаста много инструкторов, которые с большим интересом расширяют свой кругозор, перенимают опыт, прислушиваются к советам и мнению коллег. В таких выпусках я использую подсказку Pro Professional. Ф.W. Сегодня проведем тренировку в компании «Мама трех детей», дважды сертифицированного инструктора и автора статей по скинавской ходьбе, призера чемпионата России по ледолазанию, постоянная участница соревнований Park Run и просто активная женщина со спортивным стажем более 35 лет – Мария Лившис. Мы продолжим тему, начатую в 35-м выпуске, и узнаем, как скинавская ходьба помогает сохранять активность и жизнь с лимфодермой, начиная с 2015 года. Приступим. Приветствую вас, Мария. Добрый день, Александр. И слушатели тоже я вас приветствую. Хорошо. Давайте начнем с вашей истории. Каждый человек по-своему приходит в скинавскую ходьбу. Чем вас заинтересовали две палки и этот вид активности? Я пришла в скандинавскую ходьбу, к сожалению, не через здоровье, а через болезнь. У меня была обнаружена онкология в 2014 году. В 2015 году провели лечение. Оно было достаточно жестким. И после этого у меня образовался лимфатический отек. Не руки, как чаще всего это бывает после рака молочной железы, а ноги. И, к сожалению, наши врачи российские, во-первых, очень мало знают об этом заболевании. И еще меньше у них есть понимание, как жить с симфатическим отеком и как его лечить. Поэтому первое и самое безопасное, что они рекомендуют, это, если вам хуже и тяжелее, когда вы ходите и что-то делаете, то вы не ходите и ничего не делаете, просто лягте и лежите ногами кверху. На тот момент для меня это было совершенно невозможным. Я не представляла себе, как вообще так можно жить. У меня трое детей. Самому младшему на тот момент было полтора года. Я достаточно активно занималась спортом, непрофессионально, но все равно всей семьей мы увлекались спортом. Все выходные – это спорт. И в будни тоже обязательно какая-то нагрузка. Для меня это просто была жизненная потребность. И тут мне говорят, ну, извини, красотка, ляг и лежи ногами кверху. И прежде всего это было очень тяжело морально. Но надо было что-то делать. И как-то так сложилось, как обычно. Такие вещи происходят вроде бы неожиданно, случайно, но всегда очень вовремя. Максим Прощенко организовывал обучающий семинар в Москве. И он меня на этот семинар свой пригласил. Макса я знала достаточно давно уже на тот момент. Я знала про его школу Евразия. Но просто не было необходимости заниматься скандинавской ходьбой. Поэтому он был первый, кто познакомил меня. Вот именно обучил ходить. То есть о наличии скандинавской ходьбы как в виде активности я знала до этого. Но здесь вот с удовольствием съездила к нему на двухдневный обучающий семинар. И стала ходить. Чем вы занимались до скандинавской ходьбы? Какой вид активности спорта? До скандинавской ходьбы, наверное, проще сказать, что я не занималась только шахматами. Хотя шахматы играть тоже умею. Ну как, это и беговые лыжи, и горные лыжи, сноуборд, велосипед, скалолазание, ледолазание. Где-то там и альпинизм в студенческие годы. Ну такая аудороактивность. Приучили себя и полюбили нахождение на улице. Да, безусловно. И кроме того, у меня, как у мамы троих детей, есть еще в голове такой пунктик, что я очень хочу, чтобы мои дети видели, что я занимаюсь спортом. Чтобы для них это было совершенно естественным образом жизни. Чтобы они занимались сейчас. И чтобы они видели, что это не только когда ты ребенок, ты ходишь в какую-то секцию, а что взрослые тоже ведут активный образ жизни, тем самым поддерживая свое здоровье на долгие годы. Как вас впечатлила скандинавская ходьба? Первые впечатления, которые у вас возникли? Первые впечатления. С одной стороны, конечно же, мне показалось, что это слишком просто. Особенно для, ну может быть, назовем это так, здоровых людей. Когда я начала сама регулярно практиковать скандинавскую ходьбу, я с радостью обнаружила, что могу получить полноценную физическую нагрузку, достаточно хорошую, очень приятную и полезную на весь организм, на все тело, не перегружая при этом ногу, которую мне вообще надо очень-очень оберегать. Кроме того, я могу регулировать этот уровень нагрузки вот прям на ходу. Я иду, я чувствую, если мне хорошо, я могу сегодня пойти более интенсивно. Если я вышла на тренировку и уже в процессе вдруг почувствовала, что сегодня мне нельзя давать большую нагрузку, я в любой момент могу остановиться, не причинив себе вреда и либо снизить темп, либо сократить дистанцию, вернуться домой пораньше. И самое главное, я поняла, что это приносит мне пользу и облегчение. Здесь, наверное, такой немножечко экскурс в болезнь. Проблема в том, что при лимфатическом отеке нарушается, ломается, скажем так, перестает должным образом работать лимфатические сосуды, и лимфа не передвигается так, как должна передвигаться у здоровых людей. И не единственный, а самый лучший способ транспорта лимфы – это физическая активность, которая в условиях ношения специального компрессионного трикотажа помогает за счет работы мышц, которые напрягаются, расслабляются, напрягаются, расслабляются. За счет этого лимфа успешно передвигается туда, куда ей следует передвигаться. И отек спадает или просто становится мягкий, проходят какие-то дискомфортные ощущения. И это я ощутила на практике, на себе. И была безумно рада, что наконец-таки есть для меня хоть какой-то вариант получать физическую нагрузку, по которой я безумно соскучилась за время лечения. И при этом не ухудшать состояние своей любимой ножки, а еще и улучшать его. Я стала регулярно практиковаться и практически сразу начала преподавать, потому что, конечно, с такими открытиями всегда хочется делиться. Мария, ну вот в 35-м выпуске подкаста мы как раз с Кристиной Гонзалес-Кастро поднимали этот вопрос, и он больше был относительно движения рук. Когда мы циклически то сокращаем, то расслабляем руку, это в том числе помогает, условно, наше периферийное сердце задействует, нашу мышечную систему, которая помогает кровоснабжению и оттоку лимфы. Ну, в условиях поражения одной ноги, я так предполагаю, что большой необходимости не было именно в скинавской ходьбе. То есть, ну, пожалуйста, ходи, постепенно наблюдая за своими ощущениями. Как пришла идея заняться именно скинавской ходьбой? И помогают ли палки дополнительно просто повысить нагрузку или просто распределить нагрузку с ног? Ну, мне прежде всего, на самом деле. На тот момент еще нога была в начале только, да, в начальной стадии заболевания. И я, на самом деле, не столько думала, чтобы сделать легче ноге, чтобы улучшить состояние ноги. Только прежде всего я хотела получить физическую нагрузку. То есть, будучи до этого в хорошей форме и все время получая эту нагрузку, я вдруг ее лишилась, и я скучала именно по нагрузке. Бассейн тоже был одним из вариантов, он был альтернативой. То есть, я вначале пошла в бассейн, но я не очень люблю плавать. Это во-первых. Во-вторых, у меня есть небольшие проблемы с позвоночником, и я плавать могу только кролем на животе. От других вариантов мне в спине становится хуже. Но я не профессиональный плавец, возможно, если бы я позанималась тренером и как-то смирилась бы с тем, что я не очень люблю бассейн, возможно, тоже был бы какой-то эффект. Но я решила познакомиться с скандинавской ходьбой, и у меня был вот этот вау-эффект, когда на следующий день, после первой такой достаточно продолжительной тренировки, я проснулась и ощутила вот все тело, все мышцы. И ко мне вернулось вот это вот приятное ощущение усталости, к которому я так соскучилась. Это тренировка эмоциональная, а именно о равномерной нагрузке на все тело, о которой я скучала. Я за этим пришла в скандинавскую ходьбу. А потом я обнаружила, что моей ноге тоже становится легче. Я стала искать этому объяснение, и оно есть вполне логичное. У нас лимфатическая система, она объединяется с кровеносной как раз не там, где ноги, а там, где руки, вот как раз на уровне рук. И поэтому работа рук, она активизирует, активизирует работу лимфатической системы. Она начинает работать активнее и быстрее. Вот это вот лимфатическое русло объединяется с венозным и очищается, и вот этот транспорт лимфы происходит быстрее. И когда делают специальный медицинский лимфатический массаж, это не лимфодренажный массаж, про который знают большинство людей, спортсмены, а другой массаж, который именно вот при лимфатических отёгах используется. Они как раз начинают массаж вот в верхней части тела, именно с того места, где лимфатическая система объединяется с венозным. Поэтому здесь работа рук, она как раз очень важна, и она усиливает тот эффект, который я бы получила, если просто ходить без палок. С какими трудностями вы столкнулись в плане включения их, ну, этих тренировок в свою повседневную жизнь? Трудности были, да, особенно в начале, потому что я такая жадная и соскучившаяся. По хорошей физической нагрузке сразу кинулась в бой и немножко перетрудилась. В какой-то момент у меня было некоторое ухудшение. Потом я выработала какие-то свои правила и поставила вот эти вот ограничения, да, для себя я поняла, вот это я делаю, это я не делаю. Но в самом деле не делаю, я только очень широкий шаг. То есть я, ну, совсем немножечко ограничиваю себя в длине шага. И то я могу сказать, что за вот 4 года я практически уже об этом не думаю и не ограничиваю себя, да. Возможно, мой организм привык, адаптировался, и теперь я могу уже этим себя не ограничивать. Но самый важный вопрос, который встает для таких людей, как я, это ношение правильного компрессионного трикотажа. Вообще всегда, целый день, все время, если я не лежу. И особенно это важно во время физической нагрузки. Потому что именно ношение компрессионного трикотажа плюс динамическая работа мышц, она создает тот насос, за счет которого продвигается лимфа, которая иначе застаивается. Трикотаж должен быть специальный. Это не тот варикозный трикотаж, который можно купить готовый в аптеке или в каком-то специальном ортопедическом салоне. Этот трикотаж, он, во-первых, в другой вязке, во-вторых, он выпускается, ну, насколько вот я знаю, в России он выпускается только по индивидуальным меркам, потому что тут проблема, она у всех индивидуальная, и очень важно правильный подбор трикотажа. И, собственно, выпускается, что он не в России, его под заказ вяжут в Германии. Но вот за те четыре года, что я наблюдаюсь у лимфологов, раньше это буквально там делали в одном месте, да, можно было этот трикотаж заказать. Был буквально один доктор, который мог грамотно снять мерки и отправить на производство, и ждать приходилось очень долго, буквально там два-три месяца можно было ждать этого изготовления. Сейчас больше клиник, больше врачей, которые об этом знают, могут правильно снять мерки и производство. Ну, есть срочные варианты заказать, буквально там за пару недель. Все это можно организовать. Ну, а насколько, скажем, такой экономический вид активности, как сангиновская ходьба, становится достаточно дорогим, в связи с тем, что требуется заказать еще качественный компрессионный трикотаж. Какого порядка цены на подобный трикотаж, если вот женщине необходим рукав или, если необходимо в вашем случае, ноге дополнительную поддержку обеспечить? Да, смотрите, Александр, тут на самом деле это никакие не дополнительные траты. Даже если я не занимаюсь скандинавской ходьбой, я все равно хожу в этом трикотаже. То есть я как только утром встаю с кровати, я его надеваю, я его не снимаю, пока не вернусь на эту кровать и не легла. Поэтому скандинавская ходьба не требует для этого каких-то дополнительных трат. А стоит, ну, в зависимости от изделия, безусловно, у меня это, ну, назовем это колготки, то есть это обе ноги и таз, мое изделие стоит порядка 50 евро. 50 евро, да? Да, ну, 50 евро, но и надо учесть, что это, знаете, как одежда. Ты купил, носишь, потом одежда испортилась, износилась, порвалась, растянулась. И надо купить новые с определенной периодичностью, а иначе они уже перестают так эффективно работать. Недавно ввели в одном подкасте с Андреем разговор о экипировке касательно мембранных курток, касательно термобелья. Относительно цены на такую качественную экипировку — это небольшие вложения, вот тем более, что они помогают на пределении всего дня пользоваться и обеспечивать свою жизнедеятельность. Да, безусловно. Я, кстати, с удовольствием послушала тот подкаст, потому что сама очень люблю качественно одзорную одежду. И ситуация, да, похожая, потому что еще, ну, как мембранная куртка, да, ты ее купил, ты ее носишь, она сначала работает, работает, она в какой-то момент, ты понимаешь, что ты пошел в ней, под дождем погулял, она промокла, все, она перестала работать, нужна новая. Тут еще, знаете, вот поделюсь своим открытием буквально этого года. Кроме того, что носить трикотаж, еще периодически рекомендуют проходить курс специального массажа. Он стоит недешево, но он существенно улучшает состояние и уменьшает отек. Я как раз перед пандемией должна была проходить этот курс массажа. Но в связи с невозможностью ездить в течение месяца каждый день на другой конец города, я была вынуждена отказаться от этого курса. Но мне надо было как-то поддерживать свое состояние, своего здоровья. Я решила, что я эти деньги, которые у меня были на курс, я их лучше потрачу на новый трикотаж. Я его купила и просто стала ходить еще больше, назовем это так. И я поняла, что это адекватное в моих условиях, когда я не могу. Это была очень хорошая помощь и поддержка, что сдерживаю нарастание отека. То есть я поддерживаю свое состояние, оно не ухудшается. И даже без массажа, вот уже больше, чем полгода, как я должна была проходить массаж, я без него. И тьфу-тьфу-тьфу. Все хорошо. Очень рад, что это помогает. Ну, такие новые технологии помогают продолжать вести жизнедеятельность, не ущемлять себя в эндорфинах от спортивной нагрузки. Это точно. Мария, подскажите, а сколько удается в течение круглого года заниматься ходьбой? Нет ли какого-то дискомфорта? Ну, я сейчас, может быть, таки в детали углубляюсь. С точки зрения женщины или ходока, который столкнется с подобной задачей, и у которого возникают некоторые опасения, вы, пройдя уже этот путь, сказали, не стоит бояться, все преодолимо. Или на какие-то моменты все-таки стоит обращать внимание, оберегая свое здоровье, относиться к нему более щадяще? Это правильно, что здоровье надо оберегать. Ну, я бы советовала, начиная что-то новое, ну, как вот я, да, делаю, стараюсь, по крайней мере, не бросаться жадно сразу в активности, бегом бежать на тренировку, а делать это постепенно, аккуратно, пытаясь понять просто, в какой одежде мне комфортно, удобно, ни холодно, ни жарко. Для себя я пришла к такому выводу, что узкие штаны мне точно не подходят, потому что они очень, вот по этому трикотажу, они не скользят, они очень сковывают движение. К сожалению, софт-шелл, который без ворта внутри, он вот как раз не скользкий, в нем некомфортно. Лучше выбирать какую-то одежду более свободную. И поскольку я чувствую, что мне категорически нельзя, чтобы нога была холодной, даже если вот обычный человек зимой ходит в брюках, и поверхность ноги, то есть кожа холодная, да, а внутри человек активно двигается, ему не холодно. Я не могу себе такое позволить. То есть мне надо контролировать, чтобы нога, кожа тоже была достаточно теплая. И у меня есть юбка, достаточно длинная спортивная юбка, то есть это не юбка, в которую я в грусти хожу. Это тотальная спортивная юбка, она есть у лыжников, много юбок, но они коротенькие. У меня, к примеру, до середины, до колен. Ну, это где-то аналогия с теннисной юбкой, потому что на лыжниках я пока не замечал юбок, но я так предполагаю, что это эластичный материал, который позволяет двигаться и совершать, ну, активные движения. Нет, это было бы очень красиво, если бы я ходила в такой юбочке, но нет. Это утепленная юбка, простеганная запахом на кнопочках. Там большая возможность регулировки по размеру, и она очень легко одевается. Буквально две кнопки и все. Я эту юбку всегда могу взять с собой, положить в рюкзак. Если холодно, я ее одену, если тепло, я ее сниму. Я прямо поверх брюк. Даже если это зима, я иду в горнолыжных брюках, потому что мне так надо, чтобы я могла идти и делать с хорошей амплитудой движения. И мне холодно, я сверху еще эту юбочку застегну. Выглядит очень даже симпатично. Ну, молодцы. Вы прямо в любой ситуации находите возможность продолжать. Да. А как иначе? Надо же как-то радоваться жизни. Летом этот компрессионный трикотаж доставляет некоторый дискомфорт относительно такой средней температуры, когда нам жарко. Можно продолжать заниматься в нем? Я вынуждена носить этот трикотаж в любом случае. То есть у меня не стоит вопрос идти в нем или без него. Кроме того, ходить вот просто в этом трикотаже на тренировке я тоже не могу себе позволить, потому что любая зацепочка, любая где-то грязь, а у палок еще острый наконечник, на темляках у нас липучки, это все повредит мой трикотаж. Поэтому я зимой все равно одеваю брюки. Я не одеваю тайцы. В них неудобно. Движения становятся еще более скованными. То есть это какие-то тонкие, достаточно свободные брюки. Ну, конечно, да, не очень это приятно, скажем так. Я бы с удовольствием его сняла, но у меня нет выбора, у меня нет такой возможности. И скажу честно, первые полгода это было очень сложно. То есть вот это вот осознание того, что ты должен надеть этот трикотаж, в котором тебе неудобно и жарко, это прям ломка каждое утро была. Но ничего, потом привыкла, и сейчас уже даже не замечаю, одела и побежала. Мария, а как изменилась жизнь, в плане образа жизни, питания, до и после того, как вы столкнулись с лимфодермой? Я бы два аспекта отметила. Это питание и режим активности и неактивности. За питанием приходится следить более внимательно. К счастью, я не склонна к набору лишнего веса, но бывают длинные праздники всякие, когда, да, вес немножко поднабирается, и ощущения в ноге сразу становятся тяжелее, и для меня это сразу звоночек. Так, пора немножечко сбавить. Для меня это не очень сложно, поэтому каких-то специальных усилий я тут не прилагаю. А вот с режимом дня мне приходится продумывать внимательней, чтобы у меня периоды моей неактивности, то есть когда я стою, не двигаюсь, они как можно чаще чередовались с периодами, когда я двигаюсь. Я не могу себе позволить два часа сидеть в кафе или сидеть, работать за ноутбуком. Это сразу ухудшает мое состояние. Соответственно, я все дела, которые можно делать на ходу, разговоры по телефону, что-то слушать, я делаю на ходу. Если мне надо за ноутбуком поработать, у меня на самом деле лежачее рабочее место, и я все дела в кучку собираю, снимаю трикотаж, ложусь, и там два, три, четыре, сколько надо времени, лежу, работаю. Дети у меня знают, что мне нельзя много стоять, и поэтому я их стараюсь как-то подключить и поручить им все дела, порастить помощь в тех делах, которые мне лучше не делать. Но с другой стороны, может быть, можно даже порадоваться, у меня такой чудесный стимул не сидеть на одном месте, а все время двигаться. Ну, вы еще практикующий инструктор, и совместно с Катей создаете проект, развиваете проект Nordic+. онлайн-обучение в скандинавской ходьбе. Нашли ли вы для себя какие-то особые упражнения, которые помогают вам дополнять ваши тренировки, то есть аэробную нагрузку в скандинавской ходьбе? Есть ли какие-то особые упражнения, которые могут в будущем, возможно, стать поводом для создания курса для тех, кто ограничен лимфодермой? Ну, знаете, тут как получилось. На самом деле, в какой-то момент я поняла, что я не могу обучить и проводить столько занятий групповых, индивидуальных, сколько у меня есть запросов на обучение. Просто потому что проводить две тренировки каждый день для меня это слишком много. А запросы у людей были, поэтому родилась идея какого-то онлайн-обучения, и кому-то я стала предлагать такие варианты, и мы как-то комбинировали, то есть занимались не каждый раз, как человек хочет, он один раз занимался со мной как инструктором, потом я ему давала какие-то задания, он ходил сам, присылал мне видео для разбора. Собственно, вот у меня, например, с этого началось онлайн-обучение еще давно, несколько лет назад. А по поводу дополнительных упражнений, к сожалению, я могу делать не все упражнения из разминки-заминки, которые бы мне хотелось делать, то есть я не могу делать сильные растяжки и, как я уже сказала, очень какие-то амплитудные движения и силовые. Я их не делаю, но я для себя стараюсь подключать дыхание активно, потому что оно тоже помогает движению лимфы и улучшает состояние, но это надо достаточно долго идти дышать, и я даже работала с дыханием немножко вот как йоги дышат, да, там сколько-то шагов вдох, сколько-то шагов выдох, максимально удлинять вдох и выдох, делать задержки. Я периодически это практикую, когда есть возможность и тени, на что не отвлекаться, хорошая дорога и нет никакой дополнительной информации с телефонного разговора или подкаста, тогда можно уделить вот такой немножко ментальная практика и дыхательная. То есть задержки дыхания, насыщение организма углекислым газом, оно тоже помогает вам в теле? Я не знаю, насколько это насыщение углекислым газом, то есть я не знаю, как это работает, но мне на самом деле это помогает очистить голову, переключиться, отключиться от каких-то неприятных мыслей, если они есть, успокоиться, если есть какое-то беспокойство. Вот скорее для этого я использую. Мария, в 35-м выпуске Кристина из Испании придавала смелости инструкторам не отказывать таким участникам, которые присоединяются и желают заниматься. Вот, единственное, просто обращать внимание, учитывать их физическое состояние. Согласны ли вы с этой точки зрения и может ли дать какие-то рекомендации для инструкторов или для тех женщин, которые планируют заниматься в группе? Я с Кристиной полностью согласна. Могу коротко повторить то, что она обозначила. Первое, это необходимость ношения правильного компрессионного трикотажа на тренировке. Второе, это не затягивать слишком сильно темляк, если линфидема на руке. Ну, это логично, это понятно. И каждый участник все равно должен сам нести ответственность за свое состояние и все время спрашивать себя, становится ему от тренировок хуже или лучше. Ну, в нашем случае это очень легко измерить сантиметром, просто мерить величину отека. Проходит он или не проходит, да, если человек занимается, например, два раза в неделю, он может два раза в неделю в эти же дни или в другие дни измерять окружность ручки или ножки, записывать это, потому что там это буквально какие-то сантиметры. Ну, и ориентироваться на свое состояние. я ходила с палками даже в перерывах между химиотерапиями, когда в принципе-то тяжело заставить себя встать, но я знаю, что если там на какой-то день, когда уже начинает становиться чуть легче, все-таки двигаться, то улучшение наступает быстрее, потому что это и движение тела, и дыхание свежим воздухом, и все обменные процессы начинают в организме происходить быстрее, становятся легче, и возвращаются телы, и улучшаются анализы. Но начинать, естественно, надо очень плавно, потихоньку, буквально по 10 минут, и сначала даже просто без палок, потом, когда уже есть сил на получасовую прогулку, можно взять палочки, и это работает. У меня еще возник вопрос, который вернет нас чуть к теме выбора компрессионного трикотажа. По каким ощущениям женщина может понять, что трикотаж может быть неудачно пошит, неудачно подобран, мерки не так сняты? Вы, наверное, уже сменили не один комплект, и можете поделиться своими впечатлениями? Мерки снимают, как говорится, специально обученные люди. То есть у каждой фирмы, которая производит такой трикотаж, у нее есть обучение, как надо снимать эти мерки и прочие всякие тонкости и детали. И только эти люди могут грамотно, там очень много мерок, там на одну ногу порядка двадцати разных параметров. И все они, я говорю, измеряются в миллиметрах. То есть плюс-минус туда-сюда может сыграть какую-то роль. поэтому надо обращаться именно в те фирмы, которые умеют это делать. Как проверить, правильно он подобран или нет? Ну, правило такое, что при регулярном ношении отек не должен увеличиваться. У этого трикотажа есть много разных параметров, в том числе и степени компрессии, и их тоже учитывает и прописывает тот врач, который снимает мерки. И каждый раз, когда я заказываю новый комплект, я могу с врачом обсудить, если что-то меня не устраивает или не так. И он в новой паре тогда поменяет какие-то параметры, чтобы улучшить. Ну, и второй параметр, это, конечно, чтобы, когда я этот трикотаж ношу, у меня не отекали ноги, потому что они вены передавливают, и тут может возникнуть проблема со стороны или на вен. Поэтому надо обращаться к специалистам, пробовать выбирать, носить, и на практике уже что-то корректировать, если возникнет необходимость. Ну, у меня вот фу-ть-фу-ть-фу, буквально с первого раза получилось очень даже неплохо, но потом через несколько лет, то есть далеко не сразу, я сама уже немножко там корректировала. Ну, то есть в принципе на специалиста можно рассчитывать. Ну, тут диалог со специалистом должен быть. Специалист задает вопросы, и по моим ответам он уже подбирает, что мне будет лучше. Мария, наверняка у слушателя, который столкнется с подобной задачей, могут возникнуть вопросы, которые я, как чайник, признаюсь, просто вам сегодня не задал. Где и как вас можно найти, обратиться за помощью, просто за опытом? Да, я с удовольствием отвечу на вопросы, если они возникнут, потому что сама в свое время прошла через то, что вопросы есть и задать их некому, а те ответы, которые дают обычные из России, они категорически не устраивают, поэтому я буду рада помочь. Меня можно найти в инстаграме, написать в директ, и я веду обучение, и поэтому если вы хотите обучаться, но есть какие-то сомнения, что-то вас ограничивает, есть тревожность, что все получится и будет безопасно, то добро пожаловать в онлайн-школу Nordic Plus. Вы просто напишите, что у вас такая вот особенность, и вы хотите, чтобы именно я была вашим инструктором, тогда у нас будет с вами прямая связь, и именно я буду делать видеоразборы ваших проходок, чтобы учесть какие-то ограничения и снять ваши вопросы, тревожность, так что добро пожаловать. Ну, хорошо, спасибо. В описании к выпуску я оставлю активные ссылки на школу Nordic Plus и на ваши социальные сети, где слушатели могут связаться и проложить диалог. Я очень буду рада помочь людям не только освоить технику скандинавской ходьбы, но и ответить на вопросы и сократить путь от вашей, может быть, сейчас еще не очень комфортной жизни, больших ограничений, с которыми люди сталкиваются, пройти быстрее этот путь и вернуться к активной полноценной жизни. Спасибо большое, Мария. Я желаю от себя вам не останавливаться, продолжать такой же активный образ жизни и делиться своим опытом, инструкторским опытом ходока, любителей скандинавской ходьбы с теми подписчиками, которые следят за вами в социальной сети или обращаются к вам на курс Nordic Plus. Большое спасибо. Александр, вам приятно было пообщаться. Вот и завершилась наша 45-я совместная тренировка. Уже после записи Мария предложила классную идею. Традицию делиться своими историями с хэштегом «Палки спасают» в Инстаграм. Хэштег это такой символ в виде решетки переслитым написанием «Палки спасают» в посте сториз или видео. Если ты найдешь и подпишешься на «Палки спасают» в Инстаграм, то поймешь, что ты не один, кому палки помогли. Так будет проще дать совет или просто поддержать друг друга. Я уже подписался. Может быть чья-то история с этим хэштегом послужит поводом пригласить в гости на подкасты с кинавской ходьбе. Если твой опыт поможет человеку, находящемуся сейчас в сложной ситуации, значит твоя история заслужит внимания. Я благодарю тебя за отзывы, которые ты оставляешь, за комментарии, репосты и упоминания Nordic Walking BY в социальных сетях. Сложно представить, что я бы продолжал начатое дело без твоей поддержки и внимания к этому проекту. Благодарю тебя и до новой встречи.